Еще одно видео вдогоночку, мои друзья. Видео о том, что опять-таки мне сделали замечание. Я всегда отвечаю на вопросы, которые задают ребята. Задают ребята в YouTube, задают ребята в Telegram, но пока что реже. Задают на других источниках в соцсетях. Я отвечаю, потому что в конце концов это и есть то, что для людей интересно, то, что людям важно. Конечно, спрашивают, почему меньше информации стало об обучении в Австралии и больше о том, как сюда приехать и так далее. Те вещи, которые, казалось бы, в меньшей степени должны трогать образовательного агента. Скажу сразу, это не то время, это не те люди, это не тот образовательный агент. Дело в том, что я уже говорил неоднократно, за последние 3-4-5 лет мы решили абсолютно все проблемы, связанные с обучением. Вы знаете, что если нужно высшее образование, оно будет самое дешевое, самое эффективное. И воспримут вас, воспримут простертыми объятиями, как родных, и сделают все, что надо, все, что можно и даже то, что нельзя. Просто потому, что эти люди стали моими друзьями. Эти люди работают по той системе, которую я, в общем-то, насаждаю, если так грубо говорить. Что касается самого легкого и дешевого приезда по студенческой визе, это всегда было, есть и будет, или практически всегда было, есть и будет обучение на курсах английского языка. Вам сделано минимальное обучение, максимальная эффективность, вам сделаны легчайшие визовые условия. Но Австралия закрыта. И пока Австралия закрыта, говорить о том, что, вот вы знаете, вот в классе надо делать то-то, то-то, вот этот человек ответственный за то-то, то-то. Ребята, через 2, может быть, 3 года все изменится настолько, что это не имеет смысла. Имеет смысл то, что будет важно и есть важно сейчас, и что надо делать. Кроме того, это очень опасная информация. Она создает у вас иллюзию, и это делают очень многие другие агенты, создает иллюзию, что вот-вот все сейчас наступит, вот вы сейчас приедете, все будет хорошо, и вы подаетесь на визу. Хорошо, что у нас, опять-таки, мы это сделали, у нас есть договор о дистанционном обучении, что его не будет, что вам будет продлять обучение по вашему желанию. Вы так и будете делать. И подписала это Неда Моррис, владелица колледжа Луис, поэтому даже в этом плане спина прикрыта. Как бы в завершение предыдущего ролика я скажу, что скопировать нас невозможно по той причине, что для этого надо очень много дать власти, доверия своим студентам. Ни один агент этого делать не будет, потому что если вас усилить, если вам дать информацию, если вас объединить, вы обойдетесь без таких агентов, которые вас обманывают. А обманывают практически все агенты, потому что это голодное для агента время, и им нужна денежка. Разделяй и властвуй. Но, возвращаясь опять-таки к теме нашей беседы сегодняшней, сегодняшнего утра, хочу сказать, что я не знаю, какие проблемы не были решены, или не созданы механизмы решения проблем, которые возникнут в будущем в плане обучения. Потому что те люди, с которыми мы работаем, на всех фронтах наших, с трудоустройством, и с размещением, и со всем-всем-всем-всем другим, любой помощью для вас, все это уже решено. Есть люди, конкретные люди, которые не будут с вас брать деньги, но эти люди вам здорово помогут. У нас все готово. Так зачем говорить и повторять о том, что уже есть, если надо говорить о том, что надо сделать, чтобы вы появились в стране. Не как вы будете учиться, где вы будете учиться, а как сюда приехать. Это самый главный вопрос. И вот его-то нам и надо решать. Спасибо.